И что нужно делать? Это означает, что ты экзамены сдаёшь. Нужна молитва. Нужна молитва, духовная жизнь. И по факту, знаете, что должно произойти в конце? В конце что должно произойти? Вы должны почувствовать, что вот эти люди, которые вам завидуют, они особую роль... Не терпится. Эти люди особую роль в вашей жизни взяли. Особую роль. Сейчас расскажу про эту роль. Я много раз эту историю рассказывал, но она очень-очень важна для нашей жизни. Мы живём в таком мире, в котором эта история очень важна. Я просто понял это. Я в своём сердце начал это чувствовать. Я когда чувствую, что когда человек больно мне что-то говорит, больно, мне кажется, большая несправедливость, надо расслабиться и понять, что это для тебя очень важно. Что этот человек просто кушает твои грехи. Он делает тебя чистым, возвышенным. Расслабься и пойми, что он берёт на себя твои грехи. Он сам хочет это сделать. Это его выбор, это его желание. Мы не хотим отпускать свои грехи. Нам больно, когда нам говорят плохое что-то. Больно означает есть. Есть там что-то. Вот если не больно, значит нет. Смешно даже иногда становится. Что-то скажут смешно, просто смеёшься и всё. Думаешь, ну вот молодец. А если нет, больно, значит есть. Значит есть. Надо расслабиться. Это очень трудно. Нужна серьёзная молитва, нужна духовная жизнь, нужна вера, нужен старший. Тогда сердце чувствует, ничего страшного не будет. Пускай говорят, пускай делают так со мной. И сердце, вот чувство освобождения, освобождение. Раз, и лёгкость в какой-то момент возникает. Но к этому надо прийти. Зависть приковывает. То есть ты такой становишься прикованным к нему. И у тебя два варианта. Или тоже начинает завидовать этим людям, злиться на них. Что люди в основном сейчас и делают. На одного телегу накатали, он в ответ тоже телегу. И понеслась вот эта вся вот. Обмен телегами называется. И в ведах говорится, что если одна собака гавкает, две собаки гавкут, определи, какая первая начала. Ну то есть не определишь, какая первая. Одни одинаковые эти собаки. Если ты хочешь человеческую жизнь, научись принимать критику. Даже если она со злобой совершается, не имеет значения. Научись принимать. Научись сердечко своё чистить. Пускай критикуют, пускай очистят моё сердце. Пускай я буду лучше. Допустим, ты считаешь, что это несправедливо. Всегда, когда тебя критикуют, особенно со злобой, это всегда несправедливо. Потому что если человека научить хочешь, любовью ему скажи. Тогда он научится, если захочет. А если ты его со злобой говоришь, никогда он не поймёт этого. Но есть возможность понять. Просто бывают две вещи. Или тебе по судьбе положено, что тебя будет мучить. Надо расслабиться, чтобы победить судьбу. Или просто действительно есть недостатки. И опять надо расслабиться, чтобы победить судьбу. Историю сейчас расскажу, пожалуйста, следуйте этому. Это очень ценно. Особенно в наше время, когда очень много вот этого всего. Критикуют, развозят грязь друг вокруг друга люди постоянно. Нет ценности правильного понимания отношений. Нет культуры отношений. Очень низкий уровень отношений. Смотрите, история такая. Один священник, очень возвышенный священник, пришёл к царю прямо в дом. У него обладал мистическими силами. Он прошёл всю стражу. И приходит, короче, в его покое. И говорит, подайте, пожалуйста, милостыню. Царь, ну ты чё? Вообще, что ли? Какая милостыня? Ты куда пришёл? Он так думает. Занг, ну я тебя сейчас проучу. Взял, короче, своих помощников, сказал, принесите навоз. Свежий навоз. И взял ему свежий навоз. Голодный? Он говорит, голодный, дайте, кушать хочу. И раз ему свежий навоз. И тот прям при нём съел этот навоз с аппетитом. Говорит, спасибо вам за заботу. Вы наш государь. Я вас так люблю за то, что вы заботу о нас оказываетесь. И царь как-то почувствовал, что что-то не то. Видно, очень возвышенная душа, что он принял это с любовью, его оскорбление. Дальше царь видит сон, лёг спать. Предстаёт с ним правитель ада перед ним. И говорит, этот человек в десятки тысяч раз более возвышенный, чем ты. Ты совершил на него оскорбление. Это оскорбление, соответственно, возрастает 10 тысяч раз. Такая гора свежего навоза, жри. И приходят стражники, как бы заставляют, берут его, и он жрать во сне начинает этот навоз. И каждую ночь только заснул жрать дальше, вот сколько осталось. И так каждую ночь. Приходят к своему наставнику, говорят, слушай, я уже не могу, всё, мне тошнит, я уже спать не могу, я уже не сплю третью ночь, я не могу жрать этот навоз. Что делать? Он говорит, есть способ. Ты говорит, пойди, переоденься, просто пойди, как обычный человек. Подойди к любому человеку, там, торговцу, там, и просто начни себя критиковать. А царь-то у нас хреновый. Вот, и когда он будет тебя ругать, в это время, он, ты как бы расслабься, самое главное, расслабься, не воспринимай это, ну, как оскорбление. Просто расслабься, и он будет есть твой навоз в это время. Кусочек навоза сожрёт. Потом к следующему иди, опять на себя что-нибудь наговори. Вот. И самое главное, чтобы это как-то было связано с правдой, ну, раздуй это всё. И он тоже, а, да, у нас такой правитель. И ещё немножко навозика. И так вот все будут кушать понемножку. И он, как бы, царь, обрадовался, пошёл, начал себя там критиковать и там, и здесь. И, как бы, ночью засыпает, смотрит, в два раза меньше гора стала. Думает, классно. Ну, поел немножко, вдохновился. Пошёл опять, так, как бы, дальше. И потом, ну, уже чуть-чуть навоза там осталось, уже на два дня еды. Вот, уже, в общем, непринципиально, как бы, вопрос непринципиальный уже. И он такой думает, ну, всё равно я не хочу есть этот навоз. И пошёл, короче, в городе почти людей не осталось. Сошёл в один монастырь. Подошёл, монах сидит молится. Он подошёл к нему и говорит, можно вам одну вещь сказать? Мне вот не терпится. Говорит, ну, скажи. Тут раз, ему начался ругать такой. И тот такой смотрит на него так, раз, начал молиться, молиться, молиться такой. Сидит и просто ничего не отвечает. Царь ругает, ругает. И тот потом раз такой смиренно сложил руки. Господин ты наш правитель, ну, не хочу я кушать ваш навоз. Пожалуйста, дайте мне молиться. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, то есть, вот так вот надо, вот так. Расслабиться и дать возможность. Кому хочется покушать навоз, нет проблем. Есть же много навоза-то внутри. Ну, на всех хватит, правильно? Надо дать возможность. Пускай, как бы, кто-то вот этим занимается, кто-то тем. Ну, у каждого своя жизнь, своя работа. Это касается отношений с детьми. Если вы с ненавистью, со злобой их ругаете, значит, вы не помогаете им. Просто берете на себя и грехи, и все. Некоторые люди так и живут, как санизаторы. На себя собирают чужие грехи, постоянно с ненавистью ругают, ругают, ругают других. Это не способ не помочь другому человеку, не исправить его. Вот это просто вот взять и получить то же самое. Как есть пословица, за что боролся, на то и напоролся. Ну, то есть, допустим, близкий человек сделал какой-то грех, вы начинаете его не любить в своем сердце. Сделать то же самое, значит. Когда вы не любите его, что происходит? Вы кушаете его грехи, наполняетесь ими, и потом мы, то есть я, видите, уже встал на стол, мы наполняемся ими, и результат будет печальный потом. Какие-то вопросы есть по действию разума? Вообще, как он действует? По навозу? По навозу? Это актуально, да. Это же, ну, как, совсем правильно. Ну, как мне кажется. А что, что, хочу видеть человека, ручку, ага, все. Даже, стойте, да, да. Передавать навоз, ну, как-то неправильно. А никто не передает, мой хороший. Никто и не передает. Нет, нет, не понятно, вам не понятно. Я сейчас вам расскажу. Смотрите, проблема ведь в том, что ты ничего сделать-то не можешь. Если б мог, допустим, ну, скажи, как бы, ну, спасибо тебе, то прости меня там, ну, как-то успокой человека, если можешь, чтобы он тебе наставление давал уже с любовью. Если можешь. А здесь же ситуация другая. Люди, ну, никак ты с ними ничего им не скажешь. Они просто в ненависти находятся и все. Что делать? Ваш вариант. А? Ну, как уйдешь? Ты уйти, уйдешь телом, а в сердце-то все остается, связь остается, сердцем не уйдешь. Что делать? Ты же связан с ними. Они с тобой связь устанавливают сердцем. Не то, что они тут, ты там. Они-то связь с тобой устанавливают сердцем. Ну, а с сердцем что делать? Там боль в сердце возникает. Что с сердцем делать? Вот тебе больно, что тебя ругают? Прославлять этих людей тоже способ. А если они продолжают, и больно? А? Я вот так и делал, как вы говорите. Я молился за них, желал им счастья. Они продолжают с ненавистью все это делать. И ты устаешь уже все это. Молиться уже, желать часть человека, устаешь. Что делать? Да, просто расслабиться, как бы, все. Прости. Кушай, если хочешь. Расслабиться просто. Расслабиться означает дать боль вот этой боли жить. Пускай она живет, это тебе нужно, это тебе полезно для тебя. Сразу легкость возникает, хорошо возникает. И тогда ты можешь человека простить. Поймите, что простить непросто. Когда тебе делает больно кто-то, ты не можешь желать ему счастья. Вот давайте сейчас проверим. Подойдемте, у меня есть булавочка? Булавочка есть? Я сейчас вам в попу вставлю булавочку, а вы мне желаете счастья в это время. Вы увидите, что невозможно просто. Я в булавочку вставлю попу, а-а-а-а-а! Я желаю вам счастья! Но это уже некачественно. Надо с любовью желать. Некачественное пожелание счастья не работает. С любовью. А с любовью не можешь. Спасибо большое. С любовью не можешь, потому что сил нет. Сил нет, понимаете? Вот в этом случае человек должен, чтобы человеку простить, нужно дать ему возможность совершить свое действие. Когда он совершил, тебе легче стало, сердце успокоилось, вот теперь прости. Он сделал все, что хотел, теперь прости. Нет проблем. Понимаете? Но вы правы. Самый высокий уровень – это когда ты просто сразу прощаешь и просто любишь. Но это очень высокий уровень развития личности. Только святой человек так может делать. Обычный человек не может. Поэтому святой человеку не злится, потому что нет грехов. Это вообще не к нему относится. Потому что злоба и клевета бывают двух видов. Один вариант, когда у тебя есть что-то такое, а второй, когда это вообще никак с тобой не связано. Вот когда с тобой не связано никак, тогда просто с любовью. Спасибо вам. И все. Потому что сердце не трогает, понимаете? Тогда нет проблем вообще. Я говорю о том, что больно. Вот это вот. Спасибо вам за подтверждение. Злоба откуда возникает? Ну если тебе не больно, вот тебя критикуют, и просто тебе как-то странно, это смешно на людей на этих смотреть. Откуда их злоба возникает? Да, вы говорите об этом? Откуда она возникает? Из-за непонимания? Непонимания. Люди не понимают друг друга, понимаете? Но об этом как задумывается? Значит, наверное, мне это о чем-то говорит? Ну, говорит о чем-то. Говорит о том, что люди не понимают. Вот надо о них заботиться как-то. Вмогать им как-то пытаться. Нормально? Это не означает, что нет отношений. Это не означает, что нет... Пожелал счастья? До свидания! Пожелал счастья означает, ты человек понимаешь, что тяжело жить в этом мире. Ты понимаешь, что не зря, не просто так это все происходит. А вот если бы вы сказали, что вы можете узнать, что это допустило про вашего порядка, чтобы как-то не так не делали. Вот я вам очень благодарен за этот вопрос. Это касается меня. Но если про вашего старшего, если вы меня считаете старшим, хотя я недостойный, я согласен с этими людьми, но если вы меня считаете старшим, то вы должны заткнуть уши, перестать это читать и немедленно совершить омовение. Потому что это вас погубит тогда. Вы теряете веру. Понимаете, проблема ведь не во мне, то есть то, что про меня говорят, это все нормально. Проблема в ваших отношениях с Богом. Если вы через кого-то получаете чистое, получаете чистое дальше. У меня такой случай был. Это было в Индии. Я лечил одну женщину. Она фактически одна ученица, мой духовный учитель вместе с ней, как брат. Одного учителя она. И она начала пытаться мне рассказывать какие-то недостатки моего духовного учителя, который в 24 года принял отречение, всю жизнь посвятил Богу. Как только она рот открыла, я почувствовал, что она как бы в этом направлении движется, я сказал, извините, я вас лечить не смогу и убежал сразу в душ. Я сохранил чистоту отношений с своим наставником таким образом. У меня были случаи, когда я не сохранял, когда я чуть-чуть послушал, потом теряется сила, энтузиазм слушать этого человека теряется немедленно. Восстановить можно раскаянием, но это уже твои проблемы. Не то, что ты ненавидишь этого человека, который это сказал. Это тоже еще хуже делает. Восстановить можно то, что ты как бы несовершен, ты раскаиваешься в том, что ты слышал. Это твои проблемы. Не надо с ним общаться. В Шимадбхагово там есть такой стих, там говорится, что вороны и лебеди это птицы разного полета. Лебеди хотят в чистых водоемах жить, а вороны постоянно каркают и живут на свалках обсуждения друг друга. То есть там аллегорично все говорится. Лебеди хотят плыть в одном направлении, им не нужно обсуждать. Им нужно, они к светлому тянутся. Вороны все обсуждают. То есть вот это вот свалки вот этих тем обсуждения означает искать грязь. Это не то, что для лебедей в принципе предназначено. Лебеди не находятся там, где есть грязь. Они живут только в чистых водоемах. Конечно, а какой стих, вы допустите, что обсуждаете, что люди такие не так, но это тоже не так. Не факт, не факт. Обсуждение бывает разным. Одно обсуждение с любовью – это не обсуждение вовсе. Это просто констатация факта и призыв к тому, чтобы так не жить. Вот вы услышали, слышали на моих лекциях хоть один раз, чтобы я назвал кого-то по имени и сказал, что это плохой человек. Вот это называется обсуждение. Когда мы говорим о каких-то проблемах, это нормально. Вот мне никто ни о ком плохое не говорит. Пусть только попробуют сказать. Отец, папочка, как бы я не соображаю в этом ничего. Вообще, извини, давай поговорим о чем-то хорошем. Я вот в этом не соображаю. Можно занять смиренную позицию, и все, до свидания, это тема. Поймите, духовный путь означает до свидания, это тема. Если мы не поймем, это важность общения, отношений. Понимаете, мы живем в среде, в которой все пропитано критикой. Мы заходим в интернет, нам надо набрать несколько букв, и вся грязь о человеке, даже о самом возвышенном, мы там и Александра Македонского найдем, что он геем был, там все что угодно, понимаете. Бред полный вообще. То есть, и все это читать, в этом нет истины. Слушайте свое сердце, там истина. Отношения возвышенные с человеком строите. Вы скажете, а если у этого человека правда есть недостатки, об этом тоже в священных писаниях говорится. В Бхагавадгите есть такая шлока, прям цитирую буквально. Апичет, даже если, Апичет судурачару, дурак дураком, су означает очень сильно, очень сильно, дурак дураком, Апичет судурачару, баджате ма ма нани бак, если он начинает идти к истине, очень решительно хочет развиваться как личность в сторону чистоты. Апичет судурачару, баджате ма ма нани бак, садур эвахи ман тавья. Такого человека надо считать святым. Считать святым. Не то, что он святой. Считать надо святым. В чем? В том, что он идет к истине. Вот именно в этом. Не в том, что с ним там что-то плохое было там когда-то. В том, что он сейчас идет к истине, надо его считать святым. И настраиваться так на этого человека. А потом дальше в конце, так как у Арджуны были сомнения, то есть он такой посмотрел, да ты что? То Господь ему сказал, самбьяк в явахитохи са, и в этом нет сомнений. И дальше он смотрит, и опять Арджуна не врубается. Он думает, что такое? Не может быть. И тот говорит, почему так надо делать? Кшипрам бавати тарматма. Следующий стих. Очень быстро этот человек станет тхарма-атма. Тхарма означает правильное поведение. Атма означает душа. Очень быстро этот человек станет праведником. Кшипрам бавати тарматва. Шашват шанти мнигати хати. Очень быстро в его сердце возникнет мир. И тот смотрит, как бы, как к этому относиться. И он говорит, он говорит, всем во всеуслышание заявляй, что тот, кто идет духовным путем, никогда на этом пути не погибнет. Понимаете, с какой бы он ни начинал уровня, даже дурак дураком, пошел этим путем, относись к нему возвышенно, как к тому, кто скоро, очень скоро очистится. И вы должны друг к другу так же относиться. Вот близкий человек начал духовной практикой заниматься, относитесь к нему уже сейчас возвышенно. Потому что, значит, вы совершите оскорбление. Есть восемь оскорблений тех, кто идет духовным путем. Рассказываю вам по степени возрастания тяжести. Первое. При виде такого человека не радоваться оскорблению. Он радость несет. Ты увидел его, не радуешься, оскорбление совершил. Значит, ты на Бога оскорбление совершил. Дальше. Второе. Не поддерживать с ним хорошие отношения с таким человеком. Пренебрегать им оскорбление. Следующее. Замечать в нем недостатки, которые он исправляет. Он уже исправляет, но ты в них, вот видишь, это главное в нем оскорбление. Дальше. Критиковать такого человека, который идет духовным путем. Еще более высокое оскорбление. Пытаться уничтожить его репутацию или жизнь. Еще более высокое оскорбление. Дальше. Убийство. Последнее. То есть по степени тебя все сильнее и сильнее. Все выше и выше и выше. То есть, хочешь быть лебедем, живи как лебеди. Хочешь быть лебедем, ищи хорошее в людях. Хочешь быть вороной, ищи недостатки. Все. С вороной связался, улетай. Улетай оттуда из этого места. Нечего тебе там делать. Я хочу, чтоб жили лебеди. Не надо так считать. Не надо так считать. Просто там, где говорят люди, критикуют кого-то, сматывайтесь оттуда. Вы не сможете переварить это никогда. Никогда. Спорить бесполезно. Вы ничего не докажете. Они, праведников, не превратятся. А вы знаете, духовное развитие, это не критика вообще. Это вот слово критика означает что? Бессилие. Я ваш вопрос прекрасно понял. Смотрите. Если вы роете яму, вы видите объем работы. Да? Это пояс себе недостатков или нет? Объем работы – это пояс недостатков? А? А вот что такое пояс недостатков? Я сижу возле невырытой ямы и думаю, никогда не смогу вырыть. Никогда. Никаких шансов нет. Я такой негодяй, плохой вот я. Но я мурать не буду. Не смогу вырыть. Это означает лень просто. Человек духовно, который хочет развиваться, он видит объем работы и трудится просто, и все. Он не эмоционально относится к своим недостаткам, он просто пытается их искоренить, и все. Там нет каких-то там эмоций, печали, там тоски. Просто работает над ними и все. Допустим, кто-то вам тоже говорит, вы плохой человек. Вы говорите, а что, в чем именно идея? Он говорит, ну идея вот такая. О, объем работы есть, все. Будем работать, все. Тоже без эмоций воспринимается. Если вы с эмоционально воспринимаете, а, я плохой человек, все. Это иллюзия. Потому что вы душа. Вы не плохой человек, вы хороший, у вас просто объем работы есть, и все. И сама эта идея, ты плохой. Я победитус, ты проигрантус. Это не духовная идея. У меня вера правильная, я победитус, у тебя неправильная, ты проигрантус. Это не духовная идея вообще. Если ты хочешь помочь, помоги, иди, объясни, какая правильная вера. Как жить? А вот в этот мир сотканы страсти. Здесь все как бы находятся в страсти. То есть, они живут как вороны. Как жить? Сейчас объясню свойства лебедя. Первое свойство. Не смачивается в воде. Почему? Потому что постоянно думает о возвышенном. Не смачивается в воде. Наушники вставила в уши и слушаем что-то возвышенное. Духовную музыку. Там в одно ухо. Если нет, нельзя в два, в одно. Скажете, неудобно как-то. Никто так не живет. Ну, какое-то неудобство надо принять. Или ты будешь обкакиваться постоянно это слушать. Или в ухо наушник. И скажут, а что это ты в ухо слушаешь? Надо им объяснять. Говорит, я это делаю для улучшения качества работы. Качество работы повысится, если вы будете слушать духовную музыку? Повысится. Все. Слушайте. Объясняйте их на их языке, чтобы они поняли. Для улучшения качества труда. Настрой специальный. На труд. Хочу трудиться качественно. И это правда. Потому что, если будете настраиваться правильно, труд будет освещаться чистотой. Всегда лебедь не смачивается водой. У него перья смазаны жиром. Смазаны чистым знанием. И поэтому он не смачивается. Он плывет в воде. Вода, это все эти обсуждения, вся эта муть. Он не смачивается, он плывет чистым. Если смочились, значит, надо очиститься от этого. Ничего страшного. Обкакался, подстирай штаны. А? Что? Да, да, конечно. Хирург – это хороший человек или плохой? Наверное. Не то, что она верна. Хирург – это возвышенная личность, которая отрезает ненужное для того, чтобы сохранить жизнь. Жизнь. Он сохраняет. Не надо ругать хирургов. Когда у вас будет или смерть, или отрезать. Вы будете отрезать и потом благодарить всю жизнь этого человека. То, что он отрезал. Это означает победа. Иногда для победы нужно отрезать, что делать. Итак, движемся вперед. Истинное знание. Следующий тем, у нас мало времени просто уже. Душу можно сравнить с прозрачным шаром, освещенным изнутри собственным светом своим. Этот огонь есть для нее не только источник всякого света и истины, но освещает ей все внешнее, всю жизнь. В таком состоянии она свободна и счастлива, только пристрастие к внешнему может взволновать и омрачить ее гладкую поверхность, причиняя преломление и ущерб в ее судьбе. Марк Аврелий. Итак, душу можно сравнить с прозрачным шаром, освещенным изнутри. То есть каждый человек освещен изнутри. Веды называют таких людей, которые реально настроились на этот чистый вкус возвышенный. Настоящих лебедей называют парамахамсами. Два слова для таких людей. Парамахамса означает лебедь. Высшее проявление лебедя. Лебедь это просто птица, да? Но у лебедя есть высшие проявления, несколько. Первое, он белый. Белый означает не черный. То есть означает, что он хочет стремиться к чистоте. Второе проявление лебедя. Он может взять воду с молоком, молоко взять, и он вращательные движения так делает и очищает. На стенках остается молоко, воду выплевывает. Лебедь может из всего извлекать истину. Допустим, Олег Геннадьевич поет, там танцует на лекциях, какие-то слова говорит. Но мне не важно это, я хочу узнать истину. Это лебедь. А ворона, она, о, поет всякую дрянь, так, сморкается, так. Это уже другое проявление, уже не то. Вот. Ну то есть лебедь ищет истину даже там, где вода есть. То есть он извлекает молоко из воды. Дальше лебедь не смачивается темами вот этими грязными. Он плывет, чистым остается в воде. Это следующее свойство лебедя. То есть он не попадает под влияние этого мира. Вот. Человек такой, который подобен лебедю. И лебеди плавают в одном направлении. Они смотрят друг на друга и обсуждают друг друга. Они смотрят на истину, вместе плывут. Лебеди не расстаются. Они один умирает, второй за ним. Лебеди не разводятся. Они плывут вместе и терпят друг друга. Я хочу, чтоб жили лебеди. И от птичьих стаи мир светлее стал. Понимаете, это об этом песня. Ну то есть парамхамса, высшее проявление лебедя. Парамахамса. То есть это высшее проявление святости. Есть четыре стадии саньясы, отречения от мира. Парамахамса четвертая стадия. Самый возвышенный святой так себя ведет. Даже люди, которые уже возвышены, не все так себя могут вести. Это очень высокий уровень развития. Поэтому мы все будем озверняться сплетнями, руганью. Нам все равно придется страдать от этого мира. Но эти люди не страдают. Они просто плавают в чистой воде. Они всегда остаются чистыми. Это означает высшее проявление святости, безгрешность. И таких людей еще называют атма-рама. Атма означает душа. Рама означает радостное. Радостная душа таких людей называют. То есть что это значит радостная душа или атма-рама? Это означает, что человек видит этот свет в своей душе. Видит себя как душу. Видит других как душу. И радуется, освященный изнутри этим видением. Это называется атма-рама. Такого человека не смутит ничего. Ни смерть, ни горе, ни страдания. Он всегда будет радостный. Потому что он это все вешнее не видит, а видит только главное. Давай оставим мелочи. Давай отбросим мелочи. Давай оставим главное. Главное. Атма-рама. Человек по-настоящему видящий самое позитивное, самое лучшее, самое чистое, самое светлое, самое правильное во всех других. Поэтому он озарен счастьем изнутри. Никогда счастье не проходит. Душу можно сравнить с прозрачным шаром, освященным изнутри, собственным светом. Этот огонь есть для нее не только источник всякого света и истины, но он освещает все внешнее, что вокруг. То есть он для других людей освещает. Для атма-рама нет ворон. Есть три категории развития личности. Первая категория. Начинающий идти духовным путем. Такой человек, он разделяет людей на хороших и плохих. Для него есть наставник. Уже нет наставника, нет духовной жизни. Есть старший. Есть. Пошло развитие. Все. Есть человек, через которого приходят знания. Пошло развитие. Есть хорошие люди, которые идут моим путем, а все остальные плохие. Естественно, что если другим людям путем идут, то тоже плохие. Это называется начинающий верующий, фанатик. Что такое секта? Секта состоит из этих фанатиков. Нет разумных людей. То есть если есть разумные, то уже не секта. Он может дать наставление, говорит, ты что вытворяешь? Ну то есть начинающий верующий, это тот, кто слепо верит в свое, все остальное для него плохо, грязь. Он не любит это, не верит это и как бы плохо все это. Дальше верующий или идущий духовным путем среднего уровня. Такой человек уже начинает чувствовать, что возвышенность не только в моем наставнике, не только в моей вере, а также есть вокруг. Но он при этом не может свои отношения строить с грязью. Он ищет везде возвышенное, но с грязью не может строить. У него нет сил на это. И верующий или идущий духовным путем в самой высокой категории, для него нет грязи. Он видит душу во всем. Поэтому не надо беспокоиться, если кто-то такой, мы вегетарианцы. Ну начинающий, хорошо, нет проблем, пускай двигается дальше. Или мы такие, у нас такая вера. Ну хорошо, нет проблем. Но если такой человек начинает ненавидеть другие веры, он деградирует. Ему нужно руководство. Склонность к злобе есть у всех. Нужно руководство. Руководство, которое скажет, сюда не ходи, туда ходи. Снег башка попадет, больно будет. Да? Вы не в одной из них. Говорите, в двух верах. Не в одной из них. У человека бывает только один путь духовный. Если в двух, значит я ищу, продолжаю искать. Мне и там хорошо, и там хорошо. С этой точки зрения я во всех верах. Вот я, допустим, читаю книги возвышенные разных духовных традиций. Что, я в этих верах нахожусь или где? Просто мне это все нравится, понимаете? Это хорошо. Значит, вы хороший человек. Вас критикуют там и там. Ну значит, как бы вы... Кто критикует-то? Вот меня никто не критикует. Если я в храм пошел, допустим, в другой вере, прям при своем духовном учителе, он говорит, ну что? Что новенького? Что узнал? Рассказывай. В чем проблема? В чем проблема? Нет проблем. Проблемы в зависти, в злобе, в зависти. И от скупости ква-ква, и от глупости, и еще от квастовства ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква. Вот. И от тупости ква-ква-ква. Вот. Вот и проблемы. А в верах нет проблем? У меня две веры. Обычно человек выбирает только один, в конце концов, путь. Вот, допустим, девушка, сравнится с девушкой. У меня, Олег Геннадьевич, три парня мне нравятся. Что делать? Девушка вот так, она может сразу нравятся пять парней, допустим, сразу. Что, это значит, она простудка, что ли? Или что? Нравится пять парней ей. Что дальше? Это что означает пять парней нравится? Надо выбирать, значит. Выбирать, моя хорошая. Выбирай по поступкам, насколько возвышенный человек, духовный. Все отбросится, остается главное. Главное, что в человеке, его путь. Если путь возвышенный, хороший человек, выбирай этого человека. Он хороший. Может, у него много недостатков. Выбирай у него главное хорошее, он подтянется. Главное в человеке главное. Самое главное, это путь его. Все остальное мелочи. Обиды перемелятся случайно, недавние. Выбирать надо. Идти дальше, вперед идти, не бояться ничего. Все будет хорошо. Ничего бросать не надо, самое главное. Все просто выберется само. Вы ведь остальных парней не бросаем же, правильно? Они все хорошие. Мы их любим. Но вот с этим живем. И душа не насыщается. Гражданин, женившись на царевне, обставил ее блеском и славой. Но напрасно. Все ей сказалось мелочным, не стоящим внимания, так как она вечно помышляла о своем высоком происхождении. Так и душа. Окружи ее, человек, всеми земными удовольствиями. Не удовлетворится она, ибо она дочь неба. Ну не удовлетворится она всем. Ну как бы, ну дворец ты уже во дворце. Ну и что дальше? Ну не удовлетворится. И у меня вот был такой уникальный опыт общения с очень богатыми людьми. Хреново с чем заключается? В том, что ты думаешь, где кайф, там не кайф. А где кайф, непонятно. Ну то есть, ну не удовлетворяется этим душа. Маленькая искорка душевного удовлетворяет тысячу раз больше, чем все эти вот богатства. Просто, это просто понты. Ну понты это рога. Кидать понты, а значит рогами кидаться. Ну то есть, понимаете, ну как бы, ну бросил ты рога, и что дальше? Ну понты бросил, и что? Ну ты от этого круче стал, что ли? Ну то есть, ну небоскреб ты себе построил там, до неба построил. Ну и что дальше? Ты что стал крутой от этого? Помрешь так же, как все остальные. Голеньким помрешь. Небоскреб останется кому-то другому. И голенький пойдешь потом дальше. А если к небоскребу привяжешься, родишься собачкой. Охрань, охранять небоскреб будешь. Возле небоскреба. Такое и такие случаи я тоже уже знаю. Сильно привязался, пожалуйста, будьте рядом с небоскребом. Несколько жизней. Рожайся собачкой за собачкой. Охранять будешь небоскреб. Гавкать на всех. Чтоб не подходили близко. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будут ненавидеть, а другого любить, или одному станут усердствовать, другому не родить. Не можете служить и Богу, и материальному одновременно. Невозможно. Невозможно. Или у тебя счастье в этом мире, ты хочешь. Нам всегда приходят радости, когда их ждешь. Хочешь здесь в этом мире, значит, будешь время зря тратить. Хочешь душевного, интересно знать. Интересно знать. Когда человек душевного счастья хочет по утрам, молит, совсем желает счастья, ничего не теряет вообще. В материальном плане ничего не теряет. Его социальный статус повышается сам, потому что повышается его качество характера. Его знание, как жить в этом мире, повышается. Его способность строить отношения повышается. Удача повышается, потому что удача имеет духовную природу. Все повышается в мире для человека, который главным душевное поставил. Ничего, нет потерь на этом пути. Вообще нет потерь. Все приобретает человек, ничего не теряет, но выбрать надо одно, нельзя два сразу выбрать. Это уже Евангелие от Мефодия. Нельзя заботиться за раз о душе своей и о мирских благах. Если хочешь мирских благ, откажись от души, если хочешь убереть душу, откажись от мирских благ, иначе ты будешь постоянно страдать и не получишь ни того, ни другого. Когда ты чем-нибудь мирским встревожен или расстроен, то вспомни, что тебе придется оставить это тело, и тогда то, что тебе раньше казалось важным, несчастьем и волновало тебя, станет в твоих глазах ничтожной неприятностью, которой не стоит беспокоиться и пиктит. Видите, одно и то же, по-разному сказано. Кто мнит правду во лжи и видит ложь в истине, тот никогда не постигнет истины и будет тщетно метаться в заблуждение. Что значит правда во лжи? Это значит правда в том, чтобы кого-то обсуждать. Это правда во лжи. В грязи истину не найдешь. Истину надо искать в истине. Хочешь идти вперед, иди вперед. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть и этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что за солнцем означает солнце радость. Ра означает солнце дасть давать. Солнце все время дает радость, дарит радость всем. Почему соловьи поют, заливаются с утра? Почему все распускается? Почему радость возникает, когда встаем? Новый день над землею встал. Ну то есть радость возникает. Почему? Потому что солнце встает. Солнце дарит радость всем. Это путь добра. Иди за радостью, ищи радость, ищи счастье, ищи чистоту. Иди за солнцем, куда пошло, туда иди. Это аллегория. Иди за счастьем, не отклоняйся от этого пути. Иди за светлым, за чистым. Чувствуешь грязь? Не твое. Не хочу в этом копаться. Иди всегда, мой друг, иди дорогою добра. Дорога добра – это не то, что вот моя вера, все остальные козлы. Это не дорога добра. Дорога добра означает, что ты думаешь о чистом, о светлом. Во всем ищешь чистое и светлое. Что Бог такой глупый, что Он создал только одну веру для всех людей? Есть же разные люди разных культур, традиций. Что, у них нет шансов, что ли? Это же глупо так думать. Бог много чего создал в этом мире. Надо изучать это все. Духовное знание означает изучать. Есть много культур, традиций духовных. Там есть святость везде. Святость означает отбор без Бога. Означает, что Бог есть там тоже. Надо изучать это все. Но тот, кто узрел ложь во лжи и познал правду в правде, тот уже близок к истине, и путь его верен. Где же правда, где ложь, непонятно. Движемся дальше. Это буддийская мудрость, она всегда аллегория. Как дождь неудержимо проникает в плохое, прикрытое здание, так и страсти легко проникают в сердце, незащищенное духовной жизнью. Вот где правда. Понимаете? Сердце не защищено чистотой. Грязь туда проникает. Как дождь проникает сквозь стен. Защищай свое сердце. Иди чистым путем. Не сомневайся в нем. Это принесет тебе счастье. Кто сам не умеет читать и бесед, не может учить этому других. Как же может указывать людям, что им делать тот, кто не знает, что ему самому делать? Если не знает, что самому делать, что надо делать? Спросить того, кто знает. Нужен наставник. У наставника должен быть наставник. Если нет наставника, ты не можешь быть наставником. Как определить, правильное направление выбрал или нет? Спроси у этого человека, который тебе дает истину, есть старший или нет. Нет старшего, до свидания. Три вещи, которые указывают на истину. Первое. Священное Писание проверено временем. Второе. Святость. Святые люди есть в этом направлении. Третье. Наставник. Три. Оплота истины. Нет священного Писания, до свидания. Истины нет. Нет, потому что она размоется. Сегодня ты одно говоришь, завтра начнешь говорить другое. Нет подтверждения, закрепленное словом. То есть закрепление словом указывает на истину фундамент, который нельзя никак, ничего с ним не сделаешь. Все вот эти священные Писания написаны таким языком, который не поменять. Вот допустим, я не знаю про остальных, но ведические знания написаны таким санскритом, что его не поменять. Там даже просто полоской буквы скреплены. Попробуй одну букву вырвать, все. Уже другое слово, другой смысл, ничего не получится. Рифма теряется. Там каждая строчка имеет свою рифму. Вырвал букву, рифмы нет. Рифма и все даже скрепляется. Это как стихи написано. Очень все серьезно. Вот. То есть нужны священные Писания. Дальше нужна святость. Нет святости, нет веры. Нет святых людей, значит нет Бога там. Не надо там искать ничего. У нас хорошая вера. Хорошо, где святость? Есть святость, есть вера. Все. Нет святости, значит нужно идти там, где есть. Не нужно рисковать. Дальше. Нет наставника, нет жизни духовной. Нет наставника, ничего не сможешь понять. Потому что знание передается от одного человека к другому. Это не то, что как деньги, знаете. Деньги там взял, заработал где хочешь. Знание, ну даже деньги, то есть ты же не сможешь их нарисовать, правильно? То есть надо откуда-то взять, кто-то должен дать тебе их. Так и знание, то есть оно передается от одного человека к другому. Это штука такая, которая не возникает из потолка. Ты не можешь сам где-то ее взять. Нужно от сердца к сердцу это передается. Потому что человек должен иметь духовную силу, духовный опыт. Он только то, что имеет, то и передаст. Больше ничего не передаст. Только то, что есть, может человек передать. Нет чего-то, не передашь все. Невозможно. Да? Да, меняются, меняются, да. Да, да, не меняются. В зависимости от развития человек меняет наставника. Все выше и выше и выше. Но меняется не означает, фу, на тебя. Ну, то есть, понимаете, то есть вот это уже жлобство. Ну, то есть если хочешь честно жить, то вот кто давал тебе знания, всегда для тебя хороший человек. Хоть ты возвысился там. Это признак истинного правильного пути. Если ты перешагиваешь через старших, значит ты гордый просто и все. Значит ты, ну, неправильное развитие личности идет. Покаяния. Зарождающаяся ссора, подобно пробивающемуся сквозь плотину потоку. Как только он пробился, ты уже не удержишь его. Хорошая очень вещь. Талмуд. Очень правильное высказание. О чем речь? О том, что не надо разжигать страсти. Вот, вот, поругались, что дальше? Вот поругались, вот поругались, что дальше? Подумай и проси. Да, просто сел, начал жилочасть близкому человеку, пришел к нему, как обкаканный. Прости, я виноват. Всегда одно и то же. Не то, что как бы я виноват, но из-под тяжка-то коп ему. Нет, я виноват. Каждый раз теперь вы скажете, а если он обнаглеет? Невозможно. Невозможно. Тот, кто простил сильнее. Не слабее, а сильнее. Прости, я виноват. Не означает униженность. Ты сам признался вине? Ты унижен или нет? Нет, я признался, я признаюсь. Я униженный или нет человек? Нет, мне просто тяжело. Я перевалил, как бы, проглотил и сказал. Я униженный? Нет. Тот чувствует человек силу твою? Да. Он может пытаться этим пользоваться. Да, будет пользоваться. Будет говорить, ну вот видишь, всегда так бывает. Ты всегда же извиняешься передо мной, значит, ты всегда виноват. Как отвечать? Дальше переваривать. Опять проглотил, переварил. Да, конечно, я всегда виноват. Я с этим согласен. Прощай. Прощай меня. Прощать-то все равно придется. А когда простил дальше, думаю, блин, он извинился, а я нет. Понимаете? Чужую чистоту никуда не скроешь. Никуда не утаишь, никуда не скроешь. Потом уже начинаешь чувствовать, что ты послабее, чем он этот человек. Не посильнее, а послабее. Можно глушить его. Да, да, ты. Он, да, 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 я, конечно, все. Вот ребенок маленький у вас есть, допустим? А у меня взрослый ребенок, 17 лет. Идет всегда отворотительный. Иногда отворотируешь. Так, а вам сколько лет? 35. А? 35. И очень сильно я его. Так, стоп, стоп. Вы, вам 35, да? Ему 17. Кто старше? Трудные вопросы. Трудные вопросы. Отвечайте на этот трудный вопрос. Мои хорошие, кто старше? Вы старше. Это означает, что вы виноваты. Кто старше, тот и виноват. Старше означает разумнее. Вот смотрите. Он, допустим, там, да, 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 да. Да, мой хороший, да, все правильно говоришь. Но все равно сделать придется вот так, потому что я мама. Не слушает, ничего страшного. Можно поплакать. Знаете женское оружие? Два оружия женских, знаете? Два. А? Слезы направлены на себя. Вы слышали? Все до конца услышишь. Сложь слезы направлены на себя. Надо сесть рядом с ним. И начать плакать. Я такая дура. Я не могу тебя воспитывать. Я дура. Ты такой у меня. Вырос. Ты все из-за меня. Слезы направлены на себя. Слезы направлены на себя. Не могу жить. Посмотри, каким я тебя воспитал. Не так тяжело от этого. Вот пожалей меня. Стань хорошим. Не смысл ли то, что я тебя воспитала плохим? Манипуляции. Манипуляции. Это спекуляции. Манипуляции. Кто сказал? Будем с ним общаться где? Вы, да, сзади. Я вас плохо вижу, простите. Как манипуляции? Это же правда. Чистейшая правда. Какие манипуляции? То есть, почему он таким вырос? Что вы думаете? Он вырос просто сам, как бустанок, что ли, дикий? Это ваш сын. Кровиночка. Вы просто этого не знаете, но это факт, что вы вот его таким вырастили. В чем проблема-то? А? Нет, надо просто вот так себя вести. Хоть вы даже этого не знаете, вот так надо. Поведение такое. Понимаете, есть три этапа развития личности. И в ведах это не называется манипуляцией. Допустим, смотрите, жена, она, допустим, женщина по природе очень чувствительная, она видит тысячи недостатков мужа. Просто видит, но ничего она не может сделать с этим. Такая природа, видит недостатки мужа. Такая природа у женщин. Что делать? И веды говорят, надо все равно как бы делать вид, что он хороший, самый лучший. И вот так ему все время. Да, мой хороший, да, самый лучший. Ну, несмотря на то, что видишь недостатки. Вроде можно сказать, что манипуляция. Надо говорить правду. Вот скотина – это скотина, все. Нет, это не манипуляция. Это называется первый этап правильного поведения. Не понимаешь, но делаешь как надо. Не понимаешь, что надо с этим человеком жить. Веды говорят, жить с этим человеком, значит, живешь дальше. Все, первый этап – делаешь как надо, не понимая. Второй этап – делаешь долго как надо, не понимая. Приходит понимание. Ты киваешь ему – да, мой хороший. Какой результат? Он смотрит на тебя и очень благодарность испытывает в сердце. Потом он начинает тебя уже по-другому, тебе с нежностью отбращаться. Ты видишь, что он действительно хороший. Смотришь, оба, нежность пошла какая-то. От этого мустанга нежность пошла. Вообще страшно. Ну как это возможно вообще? Это чудо какое-то, чудо. Нежность пошла от этого человека вообще. Потому что ты правильно себя вел, получил правильный результат. То есть второй этап – появляется вера в процесс. И третий этап – ты начинаешь действительно так себя вести уже. Ты понимаешь, что надо с ним соглашаться, с мужчиной. Не потому, что он прав, а просто так надо себя вести. Скажешь – зачем, 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 зачем? Женщины сразу тысячу раз скажут – зачем? Затем, чтобы все в жизни, в семейной жизни все текло правильным чередом. Вот, допустим, вы хотите платье себе купить? Надо с мужем соглашаться, чтобы платье купить. А он хочет, чтобы не покупать. Вот соглашайтесь. Согласитесь, он расслабится, потом пойдете платье покупать. Все же очень просто. А? С дочкой точно так же плакать, точно так же, все то же самое. А мужчине как поступать? А? Мужчине как поступать? Мужчине по-другому. Как? Ну, у него тоже дети и такой же продукт. Мужчине по-другому. То есть, мы говорим о крайних случаях, да? Да, крайних. Душевный разговор. Садитесь с ребенком и говорите, слушай, сын, вот я, прости меня, я как бы вырастил тебя вот таким вот, но не смог, не знал, как правильно воспитывать тебя. Давай как-то сотрудничать, вот, ну, давай не бездельничай, пожалуйста. Он обнимает тебя и говорит, да, пап, мне тоже стыдно, все очень плохо. Да, нормально, нормально. Дальше следующий этап. Отстраняемся просто и начинаем молитву. В сердце отношения строить правильное с человеком. И просто не обращаем на это внимания. И будет два варианта. Первый вариант. Карма преодолимая. Это значит, что он начнет меняться. Потому что любовь, она начнет свое дело делать. Ему будет стыдно. Первое, что вы поймете, это то, что он действительно, ему трудно так делать. Вот сейчас кажется, что он просто назло делает. Ничего подобного. Ничего подобного. Это признак того, что человеку... Понимаете, через любовь не перешагнешь. Если человек действует неправильно, значит, он не может правильно. У него нет сил. Это первое, что вы поймете. Люди специально зло не делают. Они это делают, потому что не могут правильно. Вот и все. Вот, допустим, те же люди, которые критикуют. Они не специально это делают. Они не могут правильно. У них нет знания просто. Они понимают просто правильно. Точно так же ребенок. Он не может просто правильно. Это первое, что вы с помощью любви поймете. Дальше вы начнете практиковать. Вы поймете, сможет или не сможет. Есть две категории людей. Одни для них непреодолимая карма. Значит, тогда оставить в покое. Второй вариант сможет. Значит, потихоньку все будет меняться. Но понимаете, жизнь... Вот что такое страсть? Означает, что человек ставки делает только на внешние отношения. Вот что вы к нему лезете? Потому что вы не знаете, как правильно. Надо в молитве начинать с ним в сердце отношения строить. Вот я, допустим, сейчас начинаю вот это делать через ваше сердце. И очень интересно, много узнал уже сейчас. Первое, что я узнал, что в ответ на вашу сильную ранимость вы получили его... То есть сильная ранимость — это грех. Это означает эгоизм. Вы получили его таким нечувствительным. Это ответ на вашу чрезмерную ранимость. То есть он нечувствительный такой, туповато так настроен на мир. А вы чрезмерно чувствительный. Это первое, что я увидел сейчас. Но он очень хороший человек. Он изнутри... У него есть вот эта правдивость. Он честно как есть. Правдивость есть. Я вижу сейчас вашего человека, вашего сына. Но вы его не видите. Потому что боль заткнила у вас это видение. У нас вначале было все нормально. Поймите, что все нормально — это когда в сердце любовь. Вот сейчас у вас в сердце боль к этому человеку. Это ненормально. Я вижу диагностирование ваше сердце. Там боль к этому человеку. Это ненормально. Означает нет душевной работы. Вы путь не проделали. Вот смотрите, между вами встало препятствие. Означает экзамен. Проделайте путь. Сожгите свои молитвы в сердце экзамен. Что вы увидите дальше? Вы увидите, что этот человек не может пока по-другому. Раз. Как сделать так, чтобы он смог? Надо переставить его колоть. Потому что вы его колете, ему больно, и у него такая ответная реакция. Он просто вот так себя ведет, потому что он не знает, что делать с этим. Вы его оставили в покое, даете возможность ему развиваться. Вот, допустим, есть два способа относиться к вьючному ослу. Первый способ – пинать его до последнего, чтобы он сдох. Второй способ – дать ему возможность идти, как он может. Вот у него уже ноги в раскоряк, и он идет потихоньку, но он устал. Ну, дай возможность ему дойти, как может. Или забить до смерти. Бить его, бить. Давай, скотина. Так же и к детям тоже. Дайте возможность идти, как может. Это с любого еще любви уже можно сделать.